Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема лекции сегодня Топографическая анатомия области шеи. С этой лекции мы с вами начинаем изучение следующей области человеческого организма области шеи. Область шеи имеет две границы верхнюю и нижнюю. Верхняя граница, начиная от подбородочного выступа, далее идет по нижнему краю тела нижней челюсти, заднему краю ветви нижней челюсти, по нижнему краю наружного слухового отверстия, через верхушку сосцевидного отростка, затем по верхней выйной линии к наружному затылочному выступу. И далее переходит симметрично на противоположную сторону. Верхняя граница шеи одновременно является нижней границей головы. Нижняя граница шеи проходит спереди и сзади. Спереди нижняя граница идет по еремной вырезке грудины и ключице, а вот сзади нижняя граница проходит по условной линии, проведенной от акромиона лопатки к костистому отростку седьмого шейного позвонка. Фронтальной плоскостью, которая проходит через верхушку сосцевидного отростка, поперечные отростки всех шейных позвонков и акромион лопатки, шея делится условно на две области, переднюю и заднюю. Это деление имеет также и анатомическое обоснование, поскольку к поперечным отросткам шейных позвонков прикрепляются отроги собственной фасции. Таким образом, передняя область шеи имеет следующие границы. Сверху это будет край нижней челюсти, снизу еремная вырезка грудины и ключицы и сзади переднюю область шеи с каждой стороны ограничивают передние края трапециевидных мышц. Срединные линии передняя область шеи в свою очередь делится на две половины, правую и левую. Через каждую половину проходит грудинно-ключично-сосцевидная мышца, которая делит каждую половину передней области шеи на два треугольника, латеральный и медиальный. Латеральный треугольник шеи, он также называется боковым и наружным треугольником, имеет следующие границы. Спереди это будет задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сзади передний край трапециевидной мышцы и снизу ключицы. Медиальный треугольник шеи также называют внутренним треугольником. его границы сверху край нижней челюсти, спереди срединная линия шеи и сзади передний край грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. И медиальные и латеральные треугольники шеи, в свою очередь, подразделяются на ряд более мелких треугольников. Таким образом, в пределах медиального треугольника шеи выделяют четыре треугольника. Это поднижний челюстной треугольник, подподбородочный треугольник, сонный треугольник и лопаточно-трахеальный треугольник. А в пределах латерального треугольника шеи выделяют два треугольника – лопаточно-трапециевидный треугольник и лопаточно-ключичный треугольник. Разберем более подробные границы. Поднижний челюстной треугольник. Сверху будет ограничен краем нижней челюсти, а вот снизу – передним и задним брюшками двубрюшной мышцы. Подподбородочный треугольник – это единственный непарный треугольник шеи. Снизу ограничен подъязычной костью, а с боков или латерально с каждой стороны – передними брюшками двубрюшных мышц. Сонный треугольник шеи. Сверху его границей является задняя брюшка двубрюшной мышцы, спереди и снизу – верхняя брюшка лопаточно-подъязычной мышцы и сзади – передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Лопаточно-трихиальный треугольник. Спереди ограничен срединной линией шеи, сзади сверху – верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы и сзади снизу – передним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Лопаточно-тряпециевидный треугольник, который входит уже в состав латерального треугольника шеи. Спереди его границей является задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сзади – передний край тряпециевидной мышцы и снизу – нижняя брюшка лопаточно-подъязычной мышцы. Лопаточно-ключичный треугольник сверху ограничен нижним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы, спереди – с задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и снизу – ключицей. Следующий вопрос, о котором мы поговорим – это фасция шеи. По классификации Шевкуненко выделяют пять фасций. Первая – поверхностная фасция, вторая – собственная фасция, третья – лопаточно-ключичная фасция, четвертая – внутришейная фасция и пятая – предпозвоночная фасция. Первая или поверхностная фасция шеи является частью поверхностной фасции нашего организма и переходит в область шеи с области головы, далее продолжаясь вниз на область груди уже как поверхностная фасция груди. На данном рисунке поверхностная фасция изображена желтым цветом. Она окружает всю шею целиком, проходит в подкожно-жировой клетчатке и имеется во всех треугольниках шеи. В передней области шеи поверхностная фасция, расщепляясь на два листка, образует фасциальный футляр или влагалище для подкожных мышц шеи. Вторая или собственная фасция на данном рисунке изображена красным цветом. Она также как и первая фасция окружает всю шею целиком и поэтому также как и первая фасция имеется во всех треугольниках шеи. От второй фасции к поперечным отросткам шейных позвонков отходят соединительно-тканные отроги, которые отделяют переднюю область шеи от задней. Поэтому гнойные процессы возникают изолированно либо в передней области шеи, либо в задней области. Собственная фасция прикрепляется вверху к краю нижней челюсти сосцевидному отростку и верхней выйной линии, а внизу она прикрепляется к еремной вырезке грудины и ключицам по наружной их поверхности. В передней области шеи собственная фасция расщепляясь образует фасциальный футляр для грудинно-ключично-сосцевидных мышц, а в задней области она образует футляры для трапециевидных мышц. Кроме этого, собственная фасция в области поднижней челюстного треугольника также расщепляется на два листка поверхностный и глубокий, которые прикрепляются к краю нижней челюсти по наружной и внутренней соответственно ее поверхности и образует фасциальный мешок или фасциальный футляр для поднижней челюстной слюной железы. Кроме этого, не надо забывать о том, что через отверстия собственной фасции проходит наружная и ремная вена. И вот адвентициальная оболочка этой вены прочно сращена с собственной фасцией в области вот этих самых отверстий. Поэтому при повреждении наружной и ремной вены просвет ее не спадается, зияет. И это обуславливает возможность воздушной эмболии при повреждении этого магистрального сосуда. Вследствие этого следует соблюдать общее правило при манипуляциях на венах шеи. Пересекать вену шеи следует только после ее лигирования. Третья фасция шеи или лопаточно-ключичная фасция. На данном рисунке она изображена зеленым цветом. И в отличие от первой и второй фасции, которые окружают всю шею целиком, имеет ограниченную протяженность, то есть присутствует не во всех треугольниках шеи. Чтобы знать, где располагается третья фасция, а где ее нет, нужно представлять ее границы. Лопаточно-ключичная фасция имеет вид трапеции. Вверху она прикрепляется к подъязычной кости, а внизу, так же как и вторая фасция, прикрепляется к еремной вырезке грудины и ключицам, только по внутренней их поверхности. С боков лопаточно-ключичная фасция ограничена задними краями лопаточно-подъязычных мышц. Таким образом, третья фасция имеется только в лопаточно-трахеальном и лопаточно-ключичном треугольниках шеи. В остальных треугольниках шеи она отсутствует. Так же как первая и вторая фасция, третья фасция, расщепляясь на два листка, образует фасциальные футляры для четырех пар мышц. Это группа подподъязычных мышц, а именно лопаточно-подъязычная мышца, грудина-подъязычная мышца, грудина-щитовидная и щитоподъязычная мышца. Четвертая фасция шеи или внутришейная. На данном рисунке она изображена синим цветом. Состоит из двух листков паритального и висцерального. Паритальный листок показан сплошной линией, а висцеральный пунктиром. Висцеральный листок внутришейной фасция окружает внутренние органы шеи, а вот паритальный постилает стенки и расщепляясь образует фасциальное влагалище для сосудисто-нервного пучка медиального треугольника шеи, в состав которого входит общая сонная артерия, внутренняя еремная вена и блуждающий нерв. Внутришейная фасция, так же как и лопаточка ключичная фасция, имеет ограниченную протяженность, то есть она имеется только в лопаточно-трахеальном и сонном треугольниках. Ну и наконец пятая фасция шеи или предпозвоночная фасция. На данном рисунке она изображена коричневым цветом. Предпозвоночная фасция выстилает переднюю поверхность позвоночного столба длинные мышцы головы и шеи, а так же шейный отдел симпатического ствола. Расщепляясь предпозвоночная фасция образует фасциальные футляры для трех пар мышц. Это передняя, средняя и задняя лестничные мышцы. Также предпозвоночная фасция образует фасциальный футляр для подключичного сосудистонервного пучка, в состав которого входит подключичная артерия, подключичная вена и плечевое сплетение. Этот пучок проходит в области латерального треугольника шеи. Предпозвоночная фасция имеется только в лопаточно-трахеальном, сонном треугольниках шеи, а так же лопаточно-трапециевидном и лопаточно-ключичном. В подподбородочном треугольнике шеи и в поднижней челюстном она отсутствует. Между фасциями образуется пространство, заполненное клетчаткой. Межфасциальные пространства подразделяются на два вида – замкнутые и незамкнутые, или сообщающиеся, или, как их еще называют, межфасциальные щели. К замкнутым межфасциальным пространством относятся фасциальный мешок под нижней челюстной слюной железы, а так же надгрудинное межепаневротическое пространство. Фасциальный мешок под нижней челюстной слюной железы. Он образован расщеплением второй фасции. Как я ранее уже рассказывала, вторая фасция в области под нижней челюстного треугольника шеи расщепляется на два листка – поверхностный и глубокий. Оба этих листка прикрепляются к краю нижней челюсти. Поверхностный листок по наружной его поверхности, а глубокий по внутренней. Таким образом, фасциальный мешок под нижней челюстной слюной железы ограничен снаружи поверхностным листком собственной фасции, снутри – глубоким листком, а вверху – краем нижней челюсти. В фасциальном мешке под нижней челюстной слюной железы помимо клетчатки располагаются сама слюная железа вместе с выводным протоком, подчелюстные лимфатические узлы, а так же лицевая артерия и вена. Причем лицевая вена идет по передней нижней поверхности железы, а лицевая артерия – по задней поверхности и сверху. Это пространство по ходу выводного протока подчелюстной железы может сообщаться с клетчаткой на ротовой полости. Отсюда возможно распространение затеков из клетчаточного пространства на ротовой полости в фасциальный мешок под нижней челюстной слюной железы и наоборот. Надгрудинное межепаневротическое пространство располагается между второй и третьей фасциями. Как я уже ранее рассказывала, и вторая и третья фасция прикрепляются внизу к еремной вырезке грудины и ключицам. Только вторая фасция по наружной поверхности, а третья фасция по внутренней поверхности. Это как раз вы видите на данном рисунке. Вторая фасция и третья фасция. Они идут снизу вверх, сначала практически параллельно друг другу, а затем срастаются, образуя белую линию шеи. Таким образом, белая линия шеи, это и есть сращение второй и третьей фасций. Протяженность белой линии от подъязычной кости до середины расстояния между подъязычной костью и еремной вырезкой грудины. Таким образом, надгрудинное межупаневротическое пространство ограничено спереди второй фасцией, сзади третьей фасцией, а снизу еремной вырезкой грудины и ключицами. В надгрудинном межупаневротическом пространстве помимо клетчатки располагаются передние еремные вены и еремная венозная дуга, анастомоз между передними еремными венами. Это пространство очень важно при осуществлении манипуляций в данной области, особенно при нижней трахиостомии, так как повреждения веншей очень опасны. Надгрудинное межупаневротическое пространство имеет сообщение с так называемым слепым мешком-кропером, который располагается позади грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Его ограничивает спереди задняя стенка влагалища грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, которая образована второй фасцией или собственной фасцией шеи. Сзади его ограничивает лопаточно-ключичная фасция или третья фасция шеи, а снизу он ограничен ключицей. В слепом мешке грубера с каждой стороны располагается конечный отдел передней еремной вены. К межфасциальным пространствам незамкнутого типа или к так называемым межфасциальным щелям относятся предвесцеральное пространство, позади весцеральное пространство, предпозвоночное пространство, клетчаточное пространство сосудисто-нервного влагалища и клетчаточное пространство бокового треугольника шеи. Провесцеральное пространство располагается между париетальным и весцеральным листками внутри шейной или четвертой фасция. Часть данного пространства на уровне трахеи называется претрахеальным клетчаточным пространством. Здесь помимо клетчатки располагается непарное щитовидное венозное сплетение, а также проходят самые нижние щитовидные вены. Кроме этого, в 10-12% случаев здесь может располагаться и самая нижняя щитовидная артерия. Эта артерия отходит либо от плечи головного ствола, либо от дуги аорты, поэтому давление в ней очень высокое. Об этом и других сосудистых образованиях хирургу всегда следует помнить при операциях в этой области. В нижнем отделе клетчатка претрахеального пространства отделяется от клетчатки переднего средостения непрочной перегородкой, так называемой решетчатой фасцией или фасцией клеброза, которая содержит многочисленные отверстия, через которые проходят кровеносные и лимфатические сосуды. Поэтому в условиях гнойного процесса он может переходить на клетчатку переднего средостения. Позади висцеральное клетчаточное пространство находится позади глотки и пищевода, а именно между висцеральным листком четвертой или внутришейной фасцией, покрывающей эти органы, и предпозвоночной фасцией или пятой фасцией. В этом клетчаточном пространстве помимо клетчатки ничего не проходит, но зато это клетчаточное пространство очень протяженно, а именно оно распространяется от основания черепа до диафрагмы и сообщается с клетчаткой заднего средостения. Поэтому в условиях гнойного воспаления возможны гнойные затеки из позади висцерального клетчаточного пространства в клетчатку заднего средостения. Предпозвоночное пространство расположено между пятой фасцией и передней поверхностью позвоночного столба. В этом клетчаточном пространстве проходят шейные отделы симпатических стволов. Клетчаточное пространство сосудисто-нервного влагалища образовано расщеплением приэтального листка четвертой фасции. Оно образует влагалище основного сосудисто-нервного пучка медиального треугольника шеи, в состав которого входят общая сонная артерия, внутренняя ремная вена и блуждающий нерв. Причем сосуды в этом пучке располагаются спереди, причем артерия медиальна, а внутренняя ремная вена латеральна. Блуждающий нерв расположен позади сосудов и между ними. Ну и наконец клетчаточное пространство бокового треугольника шеи. Оно располагается в латеральном треугольнике и находится между второй и пятой фасциями. По ходу надлопаточных сосудов это клетчаточное пространство сообщается с клетчаткой надосной и подмышечной ямок. Между первой и второй фасциями шеи проходят поверхностные вены шеи, к которым относятся передняя ремная вена и наружная ремная вена. Передняя ремная вена она проецируется по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Образует еремную венозную дугу примерно на 1-2 сантиметра выше вырезки грудины. Эта вена впадает в наружную еремную вену. Наружная еремная вена в свою очередь впадает в венозный угол, то есть место слияния подключичной вены и внутренней еремной вены. Проецируется наружная еремная вена по линии, соединяющей угол нижней челюсти середины ключицы. Вена перекрещивает задний край грудинно-ключично-сосцевидной мышцы посередине, что является ориентиром при производстве ваго-симпатической блокады по Вишневскому. Поверхностные вены шеи имеют особенности, а именно адвентициальная оболочка вен прочно сращена с фасциями, из-за чего при повреждении просвет вен зияет. В венах имеется отрицательное давление из-за присасывающей силы грудной клетки и сердца. Также поверхностные вены не имеют клапана. Все это может привести к развитию воздушной эмболии при повреждении поверхностных вен шеи. Передняя область шеи, помимо деления на треугольники, также подразделяется на несколько областей, а именно передней области шеи выделяют надподъязычную область, подподъязычную область, область сонного треугольника, область грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и область латерального треугольника шеи. Надподъязычная область. Эта область непарная, ее составляют три треугольника шеи, подподбородочный, правый и левый поднижно-челюстный. Границы надподъязычной области. Сверху это будет нижний край нижней челюсти, снизу подъязычная кость, а сзади передние края грудинно-ключично-сосцевидных мышц и задние брюшка двобрюшных мышц. Кожа этой области тонкая и эластичная. Подкожно-жировая клетчатка рыхлая, хорошо развита у тучных людей. Следующий слой. Первая или поверхностная паста. Она здесь представлена двумя листками, между которыми располагается подкожная мышца шеи. Следующий слой. Вторая фасция. Или собственная паста. В пределах подподбородочного треугольника она представлена одним листком. А вот в пределах поднижно-челюстного треугольника двумя листками, поверхностным и глубоким, между которыми располагается поднижно-челюстная слюная железа вместе с выводным протоком, подчелюстные лимфатические узлы, а также проходит лицевая артерия и лицевая вена. Я об этом уже рассказывала. Расщепление второй фасции в области поднижно-челюстного треугольника образует фасциальный мешок поднижно-челюстной слюной железы. За второй фасцией располагается мышечный слой. Его составляют двубрюшная мышца, глубже которой располагается челюстно-подъязычная мышца. Латеральнее и глубже челюстно-подъязычной лежит подъязычно-язычная мышца и подбородочно-подъязычная мышца. Все эти мышцы составляют мышечный слой дна ротовой полости. Еще глубже располагается клетчатка и последний слой данной области – это слизистая оболочка полости рта. Помимо поднижно-челюстной слюной железы, подчелюстных лимфатических узлов, а также лицевой артерии и лицевой вены, которые проходят между листками собственной фасции, то есть располагаются в фасциальном мешке поднижно-челюстной слюной железы, через область поднижно-челюстного треугольника также проходит подъязычный нерв, язычная артерия, язычная вена и язычный нерв. В пределах поднижно-челюстного треугольника также выделяют треугольник Пирогова, границами которого являются спереди край челюстно-подъязычной мышцы, снизу промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы и сверху подъязычный нерв. Дном треугольника Пирогова является подъязычная язычная мышца. Через треугольник Пирогова проходят язычная артерия и язычная вена. Причем язычная вена располагается кпереди от подъязычной язычной мышцы, а вот язычная артерия проходит позади подъязычной язычной мышцы. Треугольник Пирогова используется как доступ к язычной артерии при кровотечении из нее. Подподъязычная область, так же как и надподъязычная область, является непарной областью шеи и состоит из двух треугольников правого и левого лопаточно-трахеального. Границы подподъязычной области. Сверху подъязычная кость, снизу еремная вырезка грудины. Снаружи данную область ограничивают передние края грудино-ключично-сосцевидных мышц. Слои данной области. Кожа здесь тонкая и подвижная. Подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Поверхностная фасция или первая фасция шеи в верхнелатеральных отделах области состоит из двух листков и образует фасциальный футляр или влагалище для подкожной мышцы шеи, которая располагается в верхнелатеральных отделах данной области. В нижних отделах этой области подкожной мышцы шеи нет, поэтому поверхностная фасция здесь представлена одним листком. Следующий слой собственная или вторая фасция шеи. В верхних отделах области она срастается с третьей или лопаточно-ключичной фасцией и образует белую линию шеи. Таким образом, в верхних отделах области примерно от уровня подъязычной кости до середины расстояния между подъязычной костью и иремной вырезкой грудины Собственная и лопаточно-ключичная фасция представлены единым листком. А вот в нижних отделах области собственная фасция проходит так же, как и лопаточно-ключичная, отдельным листком. Между собственной и лопаточно-ключичной фасцией располагается, как я уже рассказывала, надгрудинное межпаневротическое пространство, через которое проходят передние еремные вены, образующие здесь анастомоз, еремную венозную дугу. Непосредственно за собственной фасцией в нижних отделах области, как я уже говорила, проходит лопаточно-ключичная фасция. В верхних отделах, еще раз повторяю, лопаточно-ключичная и собственная фасции срастаются, образуя белую линию шеи. Лопаточно-ключичная фасция образует здесь фасциальные футляры для подподъязычных мышц. Непосредственно под слоем подподъязычных мышц располагаются паритальные и висцеральные листки внутри шейной фасции или четвертой фасции шеи. Между этими листками имеется клетчаточное пространство, превисцеральное клетчаточное пространство, в котором проходят самые нижние щитовидные вены, в 10-15% случаях и самая нижняя щитовидная артерия, а также здесь располагается непарное щитовидное венозное сплетение. Непосредственно за внутрешейной фасцией лежат органы шеи, а именно гортань, трахея, щитовидная железа с паращитовидными железами, глотка и пищевод. Глубже органов шеи проходит предпозвоночная фасция или пятая фасция шеи, которая покрывает длинные мышцы шеи и переднюю поверхность шейных позвонков. Таким образом, в подподъязычной области располагаются все пять фасций шеи. Ну а теперь поговорим о топографии органов шеи. Гортань. Скелетотопия гортани, четвертый, шестой шейные позвонки. Синтопия. Спереди от гортани располагаются подподъязычные мышцы. Сзади гортанная часть глотки. Сверху гортань прилежит к корню языка, а снизу гортань переходит в трахею. Латерально гортани прилежат доли щитовидной железы и общая сонная артерия. Глотка. Или, правильнее сказать, гортанная часть глотки, которая как раз и располагается в области шеи. Скелетотопия, основание черепа, шестой шейный позвонок. Спереди от гортанной части глотки лежит гортань. Сзади располагается позвоночный столб и длинные мышцы шеи. Снизу гортанная часть глотки переходит в пищевод. А латерально, так же как и гортани, в гортанной части глотки прилежат доли щитовидной железы и общая сонная артерия. Трахея. Топографически трахея делится на две части. Шейную и грудную. Скелетотопия шейной части трахеи, нижний край шестого-седьмой шейный позвонок. Спереди от шейной части трахеи располагается перешей к щитовидной железы. Сзади проходит пищевод. А латерально прилежит доля щитовидной железы и общая сонная артерия. Пищевод, так же как и трахея, подразделяется на несколько частей. Выделяют шейную, грудную и брюшную часть пищевода. Скелетотопия шейной части пищевода такая же, как и скелетотопия шейной части трахеи. А именно, нижний край шестого-седьмой шейный позвонок. Спереди от шейной части пищевода располагается трахея. Сзади длинные мышцы шеи и позвоночный столб. Латерально прилежит доля щитовидной железы и общая сонная артерия. Пищевод в области шеи уклоняется несколько влево. И между ним и трахеей образуется трахеально-пищеводный желобок или трахеально-пищеводная борозда, в которой проходит левый возвратный гортанный нерв. Правый возвратный гортанный нерв поднимается по боковой поверхности пищевода. Об этих топографо-анатомических данных важно помнить при обнажении пищевода на шее. Спереди от перешейка щитовидной железы располагаются под подъязычные мышцы. Сзади трахея. Спереди от долей щитовидной железы лежат грудина подъязычная и грудина щитовидная мышцы. А сзади проходит общая сонная артерия, блуждающий нерв и возвратный гортанный нерв. Снаружи внутренняя еремная вена. Медиально от каждой доли располагаются органы шеи, а именно глотка, гортань, шейная часть пищевода и шейная часть трахеи. В 1-3 случаев формируется пермидальная доля щитовидной железы в виде конусовидного отростка, восходящая на боковую пластинку щитовидного хряща. Иногда встречаются добавочные щитовидные железы. Щитовидная железа покрыта фиброзной капсулой, от которой внутрь железы отходят перегородки, образующие строму щитовидной железы. По этой причине она не может быть отделена от пренхима железы. Кроме фиброзной капсулы, железу покрывает висцеральная пластинка внутрешейной фасции, рыхло связанная с фиброзной капсулой. В щелевидном пространстве между ними залегают сосуды, нервы, идущие к железе, а также паращитовидные железы. Паращитовидные железы представляют собой удлиненные или округлое образование. Количество их варьирует от 1 до 8. Обычно паращитовидных желез две пары, верхняя и нижняя. Верхние паращитовидные железы залегают между фиброзной капсулой щитовидной железы и висцеральной пластинкой внутрешейной фасции. Нижние паращитовидные железы располагаются у нижнего полюса на задней поверхности доли щитовидной железы между фиброзной капсулой и висцеральной пластинкой внутрешейной фасции в участке, куда вступает нижняя щитовидная артерия. Для того, чтобы сохранить паращитовидные железы при удалении щитовидной железы, следует отсепарировать часть щитовидной железы к низу, сохранив при этом разветвление нижней щитовидной артерии, в которых, как правило, и остаются нетронутыми паращитовидные железы. Следующая область шеи – это область сонного треугольника. Данная область по границам соответствует границам сонного треугольника и является парной областью шеи. Кожа здесь тонкая, подвижная, сращена с поверхностной фасцией. Подкожно-жировая клетчатка рыхлая. Поверхностная фасция здесь имеет два листка, между которыми расположена подкожная мышца шеи. Собственная фасция в этой области представлена одним листком, глубже которого находится притальный листок внутри шейной фасции, который образует фасциальный футляр или влагалище для сосудисто-нервного пучка медиального треугольника шеи. Элементами данного пучка являются общая сонная артерия с ее ветвями, внутренняя ремная вена и блуждающий нерв. Поэтому данная область очень важна в практическом отношении, так как сосудисто-нервный пучок выходит из-под переднего края грудина ключично-сосцевидной мышцы в области сонного треугольника. В этом месте легко прощупывается пульсация общей сонной артерии и артерию можно прижать в случае кровотечения к сонному угарку поперечного отростка шестого шейного позвонка у переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на уровне персневидного хряща гортани. Под влагалищем сосудисто-нервного пучка располагается предпозвоночная фасция шеи. Под данной фасцией проходит шейный отдел симпатического ствола, который лежит на передней боковой поверхности шейных позвонков. Таким образом, в этой области представлены только 4 фасции шеи из 5, а именно первая или поверхностная фасция, вторая или собственная, четвертая внутришейная и пятая предпозвоночная фасция. Третья фасция шеи или лопаточно-ключичная фасция в рассматриваемой области отсутствует, поскольку снизу и спереди границу сонного треугольника составляет наружный край лопаточно-подъязычной мышцы, являющейся наружной границей лопаточно-ключичной фасции. А теперь рассмотрим сосудисто-нервный пучок медиального треугольника шеи более подробно. Общая сонная артерия располагается в данном пучке медиально. Внутренняя ремная вена лежит кнаружи от нее, а в верхнем отделе области кнаружи от внутренней сонной артерии. Блуждающий нерв проходит между общей сонной артерией и внутренней ремной веной и несколько кзади от них. В верхнем отделе сонного треугольника блуждающий нерв располагается между внутренней сонной артерией и внутренней ремной веной. Общая сонная артерия проходит примерно по бисектрисе угла, который образует грудинно-ключично-сосцевидная мышца и верхняя брюшко лопаточно-подъязычной мышцы. Проекционная линия левой общей сонной артерии проводится от середины расстояния между вершиной сосцевидного отростка и углом нижней челюсти к середине расстояния между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. А проекционная линия правой общей сонной артерии проводится также от середины расстояния между вершиной сосцевидного отростка и углом нижней челюсти к грудинно-ключичному сочленению. В пределах сонного треугольника на уровне верхнего края щитовидного хряща общая сонная артерия делится на свои конечные ветви. Наружную сонную артерию и внутреннюю сонную артерию. В районе бифуркации общей сонной артерии находится синокаротидная рефлексогенная зона, играющая важную роль в регуляции кровообращения. Внутренняя сонная артерия на шее ветвей не дает. Она располагается глубже и кнаружи. А вот наружная сонная артерия располагается поверхностнее и кнутри. И от наружной сонной артерии в пределах шеи отходят 6 ветвей. Условно эти ветви подразделяются на две группы. Переднюю группу ветвей и заднюю группу ветвей. Передняя группа ветвей это три ветви. А именно верхняя щитовидная артерия, язычная артерия и лицевая артерия. Верхняя щитовидная артерия направляется вниз к верхнему полюсу щитовидной железы. Язычная артерия уходит под двубрюшную мышцу и далее к языку. А лицевая артерия направляется через надподъязычную область на лицо. К задней группе ветвей относятся также три ветви. Это затылочная артерия, восходящая глоточная артерия и заднеушная артерия. Выше уровня отхождения верхней щитовидной артерии наружную сонную артерию спереди пересекает лицевая вена. Впадающие в лицевую вену верхняя щитовидная и язычная вены часто связаны между собой анастомозами. Таким образом, в верхнем отделе сонного треугольника образуется венозное сплетение, покрывающее начальный отдел наружной сонной артерии. Глубже внутренней и наружной сонных артерий в косо-поперечном направлении проходит верхний гортанный нерв, ветв блуждающего нерва, который идет к слизистой оболочке гортани. Грудинно-ключично-сосцевидная область Эта область парная, она ограничена пределами грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. По форме область напоминает параллограмм. Кожа в этой области тонкая, эластичная и подвижная. Подкожная жировая клетчатка рыхлая, поверхностная фасция, она разделена на два слоя, поверхностный и глубокий. В глубоком слое подкожно-жировой клетчатки проходят поверхностные вены и кожные нервы шейного сплетения. Поверхностная фасция хорошо выражена и в среднем отделе области состоит из двух листков, между которыми располагается подкожная мышца шеи. Глубже поверхностной фасции проходит наружная еремная вена. Наружная еремная вена образуется у угла нижней челюсти. В результате слияния затылочный и задний ушной вен. Наружная еремная вена соединяется также крупной ветвью с позади челюстной вены. Затем наружная еремная вена спускается в вертикальном направлении вниз и вершине угла, образованного задним краем грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и верхним краем ключицы прободает вторую и третью фасции шеи и впадает в подключичную вену или венозный угол. Собственная фасция образует футляр для грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Причем наружная пластинка футляра более плотная. По ее снятии обнажается грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Внутренняя пластинка футляра более тонкая. Глубже внутренней пластинки находится сосудисто-нервный пучок медиального треугольника шеи, который, как я уже рассказывала, имеет свой фасциальный футляр, образованный париетальным листком внутришейной фасции. В среднем отделе области сосудисто-нервный пучок отчетливо выделяется уже после удаления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. А вот в нижнем отделе области он прикрыт лопаточно-ключичной фасцией и мышцами, лежащими ниже подъязычной кости, для которых, как я уже рассказывала, третья фасция шеи, расщепляясь, образует фасциальные футляры. Вдоль внутренней еремной вены тянется цепь глубоких лимфатических узлов шеи, откуда лимфа направляется в еремный ствол. Кзади от общей сонной артерии и выше места деления последней находится симпатический ствол. Симпатический ствол покрывает предпозвоночная фасция шеи. Симпатический ствол лежит на передней поверхности длинных мышц головы и шеи. Примерно в двух третьих случаях он состоит из четырех узлов верхнего, среднего, промежуточного и нижнего. В одной трети случаев из трех узлов. Причем верхние и нижние узлы симпатического ствола встречаются всегда. А вот средние и промежуточные узлы не постоянно. Верхний шейный узел симпатического ствола располагается на длинной мышце головы, позади внутренней сонной артерии и кнутри отблуждающего нерва. Он располагается на уровне поперечных отростков второго-третьего шейного позвонков. Средний шейный узел непостоянный лежит на длинной мышце шеи, соответственно, поперечному отростку шестого шейного позвонка. Промежуточный узел также непостоянный, располагается на передней поверхности позвоночной артерии, соответствует седьмому шейному позвонку. Нижний шейный узел симпатического ствола обычно сливается с первым грудным, образуя шейно-грудной или звездчатый узел симпатического ствола. Звездчатый узел лежит на длинной мышце шеи в пределах лестнично-позвоночного треугольника. Его скелетотопия поперечный отросток седьмого шейного позвонка или головка первого ребра. В нижнем отделе области доступ к сосудисто-нервным образованиям затруднен. Вследствие того, что они прикрыты не только грудинно-ключично-состивидной мышцей, но и мышцами, которые лежат ниже подъязычной кости. В область шеи в этом месте выходит подключичная артерия с ее мощными ветвями и подключичная вена, которая, сливаясь с внутренней еремной веной, образует венозный угол. В нижнем отделе области различают два важных пространства. Это предлестничный промежуток и лестнично-позвоночный треугольник. Предлестничный промежуток находится латеральнее по отношению к лестнично-позвоночному треугольнику и расположен между двумя мышцами. Между передней лестничной мышцей и нижним отделом грудинно-ключично-состивидной мышцы. Через предлестничный промежуток как справа, так и слева проходит в поперечном направлении подключичная вена. Также здесь проходит внутренняя еремная вена. На уровне грудинно-ключичного сочленения эти две вены в предлестничном промежутке, сливаясь вместе, образуют плечеголовную вену. Это место слияния также еще называют венозный угол. Правый венозный угол и слева, соответственно, левый венозный угол. В левый венозный угол или в левую внутреннюю еремную вену вливается грудной проток, а в правый венозный угол правый лимфатический проток. В грудной проток на шеи впадают стволы еремный, подключичный и бронхосредостенность. С правой стороны эти протоки либо впадают в венозный угол отдельными стволами, либо, сливаясь, образуют как раз правый лимфатический проток. Помимо перечисленных мною вен и протоков, через предлестничный промежуток проходит общая сонная артерия, а также два нерва диафрагмальный и блуждающий. Диафрагмальный нерв затем спускается в грудную полость, располагаясь между подключичной веной и подключичной артерией. Спереди от диафрагмального нерва, как вы видите, располагается вена, а подключичная артерия сзади от него. Блуждающий нерв также спускается в грудную полость, причем правый блуждающий нерв, спускаясь в грудную полость, проходит между подключичной артерией и подключичной веной. У нижнего края подключичной артерии от правого блуждающего нерва отходит достаточно крупная ветвь, возвратный гортанный нерв, который огибает подключичную артерию снизу и сзади и затем, направляясь вверх, идет по задней боковой поверхности трахеи. Слева блуждающий нерв при переходе в грудную полость лежит между левой общей сонной артерией и левой подключичной артерией. Спереди его прикрывает левое плечо-головная вена. Возвратный гортанный нерв от левого блуждающего нерва отходит уже в грудной полости на уровне нижнего края дуги аорты. Лестничный позвоночный треугольник располагается медиальнее. Его границами являются снаружи или латерально передняя лестничная мышца, медиально или снутри позвоночный стол, а снизу лестничный позвоночный треугольник ограничивает купол плевры. Через лестничный позвоночный треугольник проходит подключичная артерия, а также симпатический ствол. В пределах лестничного позвоночного треугольника от подключичной артерии отходят три ветви щитошейный ствол и позвоночная артерия. Они отходят от верхней полуокружности подключичной артерии и направляются вверх. Третья ветвь, которая отходит здесь, внутренняя грудная артерия, отходит от нижней полуокружности подключичной артерии и спускается вниз в грудную полость. Что касается симпатического ствола, то в глубине лестничного позвоночного треугольника лежит его нижний шейный узел или звездчатый узел. К звездчатому узлу спереди прилегают подключичная и позвоночная артерия, а снизу он соприкасается с куполом плевры. Ну и наконец, последняя область, которая входит в состав передней области шеи, это область латерального или бокового или наружного треугольника. Границы данной области соответствуют границам латерального треугольника шеи. Эта область является парной и в этой области выделяют в свою очередь два треугольника шеи лопаточно-трапециевидной и лопаточно-ключичной. В этой области удается пропальпировать поперечные отростки шейных позвонков и соответственно середине ключицы пульсирующую подключичную артерию. Кожа в этой области тонкая и подвижная. А вот подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Через подкожную жировую клетчатку здесь проходит поверхностная фасция вместе с подкожной мышцей шеи. Но важно помнить о том, что подкожная мышца шеи прикрывает не всю поверхность данной области, а только ее переднее и нижнее отделы. В верхне-задних отделах области подкожная мышца шеи отсутствует. Поэтому здесь поверхностная фасция представлена одним листком. В отличие от передней и нижних отделов, где поверхностная фасция представлена двумя листками, образующими фасциальный футляр для подкожной мышцы шеи. Глубже первой фасции подкожно-жировой клетчатки проходят нервы шейного сплетения, а также наружная еремная вена, которая пересекает косо сверху вниз и к наружу среднюю треть грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и выходит в область латерального треугольника шеи, где проходит между первой и вторыми фасциями. Проекционная линия наружной и ремной вены примерно соответствует линии, соединяющей угол нижней челюсти и точку между внутренней и средней третьими ключицами при повернутой в сторону голове. Вторая или собственная фасция шеи в этой области представлена одним плотным листком. Внизу вторая фасция шеи прикрепляется к передней поверхности ключиц. У середины заднего края грудинно-ключично-сосцевидные мышцы собственную фасцию прободают ветви шейного сплетения, а именно большой ушной нерв, поперечный нерв шеи, малый затылочный нерв и надключичные нервы, которые затем проходят в глубоком слое подкожно-жировой клетчатки под поверхностной фасцией. Что касается третьей фасции, то в пределах лопаточно-трапециевидного треугольника третья фасция отсутствует. Она имеется только в пределах лопаточно-ключичного треугольника. Здесь между второй и третьей фасциями шеи находится надгрудинное межепаневротическое пространство. В лопаточно-трапециевидном треугольнике глубже второй фасции располагается пятая фасция шеи. Здесь в клетчатке между второй и пятой фасциями проходит добавочный нерв или одиннадцатая пара черепных нервов. Добавочный нерв выходит из-под заднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и направляется затем к трапециевидной мышце, которую и иннервирует. Пятая фасция шеи в пределах лопаточно-трапециевидного треугольника располагается глубже второй фасции, а в пределах лопаточно-ключичного треугольника располагается глубже третьей фасции. Пятая фасция шеи покрывает здесь лестничные мышцы, а также сосудисто-нервный пучок латерального треугольника шеи. В состав этого пучка входит подключичная артерия, подключичная вена и плечевое сплетение. Подключичная артерия здесь проходит через межлестничный промежуток. Межлестничный промежуток формируется соответственно между передней и средней лестничными мышцами. Подключичная артерия проходит в межлестничный промежуток из лестнично-позвоночного треугольника. Лежит она на первом ребре, а вот выше подключичной артерии и кнаружи от нее проходят стволы плечевого сплетения. Они также, как и подключичная артерия, проходят через межлестничный промежуток. Что касается подключичной вены, то располагаясь также на первом ребре, она идет к переди и ниже подключичной артерии и затем поднимается вверх в предлестничный промежуток. От подключичной артерии в межлестничном промежутке отходит реберно-шейный ствол. Выше ключицы, соответственно, надключичной ямки располагаются надключичные лимфатические узлы. В эти лимфатические узлы лимфа оттекает соответствующей стороны головы, шеи, груди и верхней конечности. В надключичных узлах левой стороны могут быть метастазы злокачественных опухолей, расположенных в заброшенном пространстве, а также в полости малого таза, брюшной полости и груди. Необходимо также помнить, что при наличии у больного ВИЧ-инфекции надключичные лимфатические узлы будут сильно увеличены наряду с увеличением подмышечных и паховых лимфатических узлов. на этом у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...